Здравствуйте! С вами программа «Дорога к храму» совместный проект телеканала Первой Ярославской и Ярославской епархии. Сегодня в Евангелии от Луки мы слышим слова Христа о благодарности. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили «Иисус, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Здесь есть несколько предваряющих моментов. Во-первых, проказа считалась в израильском обществе не просто болезнью, но сопровождалась еще и религиозной нечистотою. Собственно, как и все болезни, связанные с тлением. Как-то кровотечения или любые иные истечения из тела. То есть нечто, отделяясь, тлеет. И это сообщает человеку нечистоту. Как с точки зрения закона сообщает ее, например, любое прикосновение к мертвецу. Можно вспомнить случай, когда проказа стала единственным сдерживавшим царя Азию фактором, не позволившим ему в Ветхом Завете смешать царскую и священническую власть. Что можно трактовать, в общем-то, как наказание Божие за посягательство на святыню. Закон предписывал прокаженным жить отдельно, иметь внешние отличия в одежде и предупреждать о болезни всякого подходящего к ним. Единственным положительным примером использования проказа как орудия промысла Божия может служить пророк Моисей, получивший от Бога как знамение следующее чудо. Еще сказал ему Господь, положи руку Твою к себе за пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказа, как снег. Опять сказал ему Господь, положи опять руку Твою к себе в пазуху. Он опять положил руку в пазуху, вынул ее, и вот она опять стала такой же, как тело его. Об этом говорит книга Исход. Хотя Моисей указывает, что от проказа возможно излечиться, очиститься, однако же Библия не приводит ни одного примера врачевания данной болезни, но лишь чудеса исцеления от нее. Излечение или исцеление должен было свидетельствовать священник, подтверждавший как факт наличия болезни и отлучавший человека от общества, так и факт выздоровления, возвращавший человека в социум. Итак, вот перед Христом десять прокаженных. Они не рискуют подойти к нему и его ученикам вплотную, чтобы не заразить или не сообщить им ритуальную нечистоту. Очень верно говорит здесь владыка Антоний Сурожский, что среди них было девять израилетян, принадлежащих к избранному народу, и один самарянин, с которым израилетяне не общались. И вот когда все они оказались прокаженными, все оказались отверженными, вдруг они обнаружили, что они люди, ничто не разделяет их, что их соединяет горе, несчастье и отверженность, что, увы, но часто лишь горе способно пробиться через наши социальные границы и барьеры и дать крайне болезненный опыт, но опыт в этом горе конечного единства. Нужно заметить, что сам Христос не боялся никакой проказы. Он жизнь, и над ним не властно никакое тление. Поэтому, например, в другом случае исцеления прокаженного, Христос демонстрирует это, приказаясь к нему и говоря «хочу очистись». Однако в этом случае Христос ограничивается лишь словом «покажитесь священникам», то есть «вы очистились, идите и удостоверьте это». Ошеломленные прокаженные пошли исполнить то, что им было сказано, и в дороге действительно очистились. Но кто знает, может быть чудодейственный эффект еще не закрепился, может быть слово Христа нужно исполнить в точности, а вдруг чудо не сработает, и как сказано, так и сделаем. И теперь уже бывшие прокаженные спешат к священникам, чтобы те засвидетельствовали произошедшее. И возвращается лишь один, и он самарянин, иноплеменник. И возвращается он потому, что у израильских священнослужителей ему нет смысла что-либо удостоверять, для них он еретик и отщепенец. Поэтому он без сомнений бежит обратно к Христу благодарить его. И как часто Христос в удивлении о вере язычников говорит «в Израиле не нашел я такой веры», так и здесь он восклицает «не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» А ему и не к кому идти. Не от кого ожидать какого-то уверения, кроме как прижаться к ногам исцелившего и благодарить, горячо благодарить его. В девятерых не было какой-то особенной неправды. Но они были дети закона и стремились исполнить его и здесь, не оставив места простому человеческому благодарности. На грядущей неделе церковь празднует память святителя Спиридона Тремифунского. Святитель Спиридон Тремифунский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь вознаградил его даром чудотворения. Он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены в царствовании императора Константина Великого его рукоположили в епископа кипрского города Тремифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях Первого Вселенского собора. На соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим Ариеву ересь. Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости перед премудростью Божией. В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое крещение. На том же соборе святитель Спиридон явил против Ариан наглядное доказательство единства Святой Троицы. Он взял в руки кирпич и стиснул его. Мгновенно из него вышли вверх огонь, вниз проистекла вода, а глина осталась в руках чудотворца. «Вот три стихии, а кирпич один, — сказал тогда святитель Спиридон, — так и в Пресвятой Троице. Три лица, но божество едино». Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. По его молитве засуха сменялась обильным дождем, исцелялись больные и сгонялись демоны. Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого. Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать, потрясенная радостью, сама упала бездыханной. Но молитва угодника Божия вернула жизнь и матери. Как-то спеша спасти своего друга, оклеветанного и приговоренного к смерти, святитель был остановлен в пути, неожиданно разлившимся от наводнения ручьем. Святой приказал потоку, «Стань! Так повелевает тебе владыка всего мира, чтобы я мог пройти, и спасен был муж, ради которого спешу». Воля святителя была исполнена. Он благополучно перешел на другой берег. Судья, предупрежденный о произошедшем чуде, с почетом встретил святого Спиридона и отпустил его друга. Святой Симеон Метафраст, описатель его жития, уподоблял святого Спиридона патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства. Надо бы знать, как он принимал странников, писал близкий к монашеским кругам созамен, приводя в свои церковные истории удивительные примеры жизни святителя. Однажды по наступлении Великого Поста в его дом постучался странник. Ввиду этого периода, конечно, не было сделано никаких особенных запасов, потому что святитель вкушал еду только в определенный день, в остальные же оставался без пищи. Святой Спиридон, извинившись перед гостем, приказал дочери пожарить бывшее в запасе соленое свиное мясо и, усадив за стол странника, принялся за еду, убеждая и того человека подражать себе. Когда же последний, называя себя христианином, отказался, тот добавил, тем менее надобно отказываться, потому что слово Божие изрекло «все чисто для чистых». Другая история, сообщенная со заменом, также весьма характерна для святителя. У святого было обычай из собранного урожая одну часть отдавать бедным, а другую отдавать нуждающимся в долг. Сам он лично ничего не давал, а просто показывал вход в кладовую, где каждый мог взять, сколько считал нужным, а потом возвратить таким же образом, без проверки и отчета. Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову святителя, пробуждались мертвые, укращались стихии, сокрушались идолы. В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал свою душу Господу. С недавнего времени и в Ярославле появился храм, посвященный святителю Спиридону. В 2014 году жители Ляпинки выступили с инициативой возведения в этом районе православного храма. Процесс был запущен, и для этих целей город выделил участок земли рядом с домом номер 42 по улице Клубной. Первый молебен на месте строительства храма состоялся 12 сентября 2015 года, а работы по строительству были осуществлены с октября 2015 по февраль 2016. 1 марта новый храм в честь святителя Спиридона уже был освящен. Конечно, это очень молодой приход. Ему еще предстоит устроение и возрастание. Но уже сейчас это место сбора общины столь многочисленное, что новопостроенный храм пришлось расширить, так как он не мог вместить молящихся. Сейчас на приходе действует воскресная школа Росток. Каждую пятницу проводятся встречи по изучению Евангелия. Впереди строительство основного храма прихода. Он будет посвящен преподобному Сергию Радонежскому. 25 декабря приход празднует свой престольный праздник и приглашает всех разделить с ними эту радость. С вами была программа «Дорога к храму» совместный проект телеканала Первой Ярославской и Ярославской епархии. Мы прощаемся с вами до следующих выходных. Благословение Божие да пребывает со всеми вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok